15. Весна в Германии наступает гораздо раньше, чем в средней полосе России. Здесь уже цвели не только деревья, трава сочным зеленым ковром покрывала землю. Кругом была небывалая для России чистота. Казалось, что грязь не смеет появляться на мощенных мостовых и асфальтовых дорожках. Это было удивительно. Петрович проснулся рано утром под трели соловья. Немного полежал в теплой удобной постели и пошел делать солевую клизму. В его голове вертелся мотивчик видоизмененной песни. «Утро, утро, начинается с рассвета, а у меня с клизмы». Зарядил две столовые ложки соли на два литра воды и легко влил их в себя. Посидел на унитазе, но половина воды влилась в правый угол кишечника и сама держалась там. Чтобы себя не мучить, он прилег на кровать и расслабился. Через некоторое время в животе забурлило и вода, перекатываясь, пошла к выходу. Петрович вновь сел на унитаз и за несколько раз освободился от воды. Посмотрел, что вышло. Шлаков стало отходить намного меньше, а первая вода вообще вылилась чистой. Затем он посмотрел на свой язык. На нем был белый налет. Желтизна, присутствовавшая ранее, на нем исчезла. Это означало, что произошла расшлаковка печени и теперь выходят лишь слизистые шлаки, которые имеются в каждой клеточке организма. По-айурведически эти шлаки называются ама. Вот когда они выйдут из организма, он будет совершенно чист и отзовется необыкновенным ощущением здоровья, энергии и юности. Петрович это состояние нутром чувствовал. Ввиду того, что гибкость постепенно увеличилась, Петрович решил заняться йогевскими ассанами, как раньше. Ими он начал заниматься после приезда в Германию, а теперь слегка увеличил нагрузку. Гибкое тело без труда принимало различного рода сложения, наклоны, скруты и растяжения. Было приятно заниматься. Время до начала рабочего дня было достаточно и Петрович решил пробежаться. Утро было туманное, влажное и тихое. Петрович неспеша побежал вдоль канавки, в которой мирно плавала пара диких уточек. Для российского человека было несколько удивительно наблюдать такую картину. Скоростная дорога, по которой движутся автомобили. Рядом пешеходная, по которой идут редкие прохожие. Рядом канавка, по которой спокойно плавают уточки. Далее заливной луг, на котором спокойно себя чувствуют и вьют гнезда от мелких птиц до лебедей. Огромный белый лебедь сидел на гнезде всего в 150 метрах от пешеходной дорожки, по которой бежал Петрович. Подобный ландшафт придавал бегу некое единение с природой. Вся прогулка заняла полчаса. Такой бег, особенно на влажном воздухе, позволяет вести более лучшую расшлаковку организма через легкие, промыть его свежим воздухом. А за счет инновационных движений, сотрясений, лучше выходят шлаки из укромных уголков организма. Ну и естественно, произошла подзарядка организма положительными эмоциями. Энергии открытого пространства. Ну и естественно, произошла подзарядка организма положительными эмоциями, энергетикой открытого пространства, что также недостает человеку на голоде. Когда человек полностью входит в голод, то обмен веществ, энергии переходят на особый сберегающий режим и это ощущается в виде зябкости. Петрович почувствовал этот феномен на себе около трех дней назад и любил быть в тепле. По вечерам, перед отходом ко сну, он разогревал себя в горячем душе от 15 до 25 минут. После этого он легко и быстро засыпал. Что касается сокращения времени сна, то он понял, что теперь ему достаточно для полноценного сна всего 4-5 часов. Именно это и произошло с ним сегодня. Он заснул в 11 вечера, а проснулся в 4 утра. Посмотрел на часы и лег спать дальше. После этого ему приснилось 3 сна. В первом сне он был со своим отцом и видел своего закадычного друга детства Сергея и его отца. Какая-то незримая связь соединяла их вместе и продолжала соединять сейчас. Петрович вспомнил самый яркий эпизод их дружеских отношений. Мальчиками лет по 9-10 они были на рыбалке. Повстречали пацанов такого же возраста и они захотели забрать велосипед у Петровича. Петрович вцепился в велосипед, не давал его, а они лупили его. Было обидно за то, что не можешь дать сдачи. Он расплакался и тут Сергей налетел на них, гаркнул и они быстро в рассыпную. В этот момент Петрович испытал к Сергею нежное чувство благодарности и умиления. Далее Петрович вспомнил другие два поступка к Сергею. Они ловили пауков-тарантулов. Петрович в этом деле преуспел и был более удачлив. Пара здоровенных пауков жила у него в банке-террариуме. Сергей пришел к нему в гости и попросил одного, но Петрович зажал. Сергей ушел раздосадованный. Потом, когда в 15 лет он занялся штангой, Сергей пришел к нему в спортзал и говорил о том, что сам не прочь заниматься. Петрович начал рассуждать о постоянстве, регулярности занятий и этим обидел его. Он опять ушел. Далее пути их вовсе разошлись. Сергей рано женился, имел двух дочек. Как-то летом, идя с работы, Петрович встретил его едущим на велосипеде. Сзади сидела старшая дочка, девочка лет 7-8. Они поздоровались. Что-то заставило Петровича остановиться и долго смотреть след удаляющемуся велосипеду с Сергеем. Не найдя объяснения подобного поступка, он повернулся и пошел дальше. Буквально через 2-3 недели по городку прошел слух, а затем была статья в газеты. У Сергея был праздник. Шло приготовление пищи на неисправном газовом баллоне. Последовал взрыв. Дети погибли. Жену выбросило в окно с переломами ног. Сам Сергей обгорел, но не очень. После этого события все в семье Сергея пошло наперекосяк. Хотя они оправились, и даже вновь родилась девочка после выкидыша. Жизнь была совершенно не та, что раньше. Возможно, если бы Петрович тогда дал Сергею паука, посоветовал бы заниматься. Тропинка судьбы пошла бы по-другому, и подобного не случилось. Вот так мы, сами того не подозревая, сплетаем в себе кармический узел, который будет держать и нас вместе. Именно это и было показано Петровичу во сне. Во втором сне ему приснилась спасалка, спасательная станция, на которой он работал. Подошел к нему высокий, стройный и немного знакомый юноша и что-то попросил. Они пошли вместе через длинный коридор без окон. Примерно на середине коридора Петрович заметил сидящего на полу мертвого клеща черного цвета. Ого, подумал Петрович, вот это размеры. Он тронул его босой ногой и пошел дальше. Обернувшись, он увидел, что клещ присел и готовится к прыжку на него. Клещ прыгнул, но Петрович отбил его рукой. Клещ прыгнул вновь. Петрович уклонился. Тогда клещ схитрил, он прыгнул на стенку, оттолкнулся от нее и прыгнул на левую лопатку Петровичу. Петрович попытался его столкнуть правой рукой, но почему-то не смог достать. Тогда он начал кричать юноше, стряхни, стряхни его с меня. Юноша взмахнул рукой и клещ упал на пол, разбился как стекло. Пол был заляпан мазутообразной жижей. Петровичу почему-то стало жалко клеща. Он хотел поймать его живым. В третьем сне ему приснилось, что он едет по немецкому городку на машине за провожатым. На перекрестке провожатые ушли вперед и потерялись. Петрович поехал сам по улочкам в надежде их догнать. Но тут получилось так, что он стал тормозить, пропуская встречную машину. Машина не хотела останавливаться, а сам Петрович остановился и незаметно для себя оказался вне машины с рулем в руках. От руля шли какие-то проводки, которые соединяли его с катившейся машиной. Путем волевого усилия стоять, Петрович через эти проводки остановил машину. Затем он подошел к машине, наматывая провод. Он состоял из двух проводков. Петрович мотал их в кольцо и продвигался к машине. Почему-то провод запутался вверху на стенке здания. Он зашел за здание, там стоял дом и были какие-то люди, семья. Мужчины начали ему помогать отцепить и смотать провод. При этом полезли куда-то на вышку, отцепили и дали ему целую бухту. Вдруг неожиданно появился мужчина с голым торсом и пошел к нему. Петрович присмотрелся. Мужчина был атлетического телесложения с большими руками. Глаза у него были на выкате, как рачи, слепые. Но чувствовалось, что он видел. Само тело походило на покойника с синими кровоподтеками. Он представился. Петрович стал вспоминать имя и фамилию в прошлом знаменитого штангиста и вспомнил. Произошла беседа, после которой они пожали друг другу руки. Петрович забрал бухту смотанного провода. Часть из проводов была белая, а часть черная. Он отнес их к машине и просто положил, не распутывая. На этом сон кончился. В эти сутки работы было мало и они с семьей компаньона Александра и его женой Нелли отправились посмотреть старую часть Бремена. Везде была чистота и порядок. Все значительно для истории города сохранилось в идеальном порядке. Самые старые дома Бремена, построенные в 17 веке, были близко друг к другу, как в сказке о снежной королеве. В них в основном располагались ресторанчики, мастерские и магазины по производству сувениров. Наконец подошли к символу Бремена, ослу, собаке, коту и петуху, стоящему друг на друге. Памятник был сделан из бронзы. Бытовало поверье, если подержаться за передние копыта осла, то счастье и удача будут сопутствовать этому человеку. Люди настолько в это поверили и так часто держались за копыта, что они стояли отполированные. Петрович не стал этого делать, а просто сфотографировался под ослом, просунув под его брюхо голову. Своим друзьям он сказал, что лучше потереться головой о брюхо осла, ведь в нем сосредоточено все благо, что и сделал. Вообще Петрович не любил делать так, как все. Например, в Египте при посещении развалин храма он не стал бегать, как все, вокруг памятника жуку-скоробею, который, согласно преданиям, приносит удачу, а бежал в противоположную сторону. Он понимал, что удача и счастье, особенно большое, настоящее, никогда не достигаются стандартными, давно избитыми поступками. Только оригинальность и своеобразие способствуют этому достижению. Поэтому всегда поступал совсем по-другому. Во время этого голода присутствовала расслабленность, а во время голода начались приступы ложного голода. Отмирала патология. Петрович понимал это и всеми силами крепился этому, хотя какой-то предательский, льстивый голосок шептал ему, «Голод сделал свое дело и пора выходить». Потом приступы голода резко оборвались и почувствовался небольшой прилив сил. 16. Петрович считал окончание суток в 18 вечера. Самочувствие было нормальным. Исчезла слабость в ногах, расслабленность в теле. Петрович ждал этого состояния. Когда организм зашлакован и все его силы тратятся на наведение внутри себя порядка, то человек испытывает слабость, расслабленность, некоторую подавленность и зябкость. По мере очищения от иготоксинов возвращается бодрость, возрастает тонус и не так мерзнешь. Вот это состояние начало появляться. Организм сбросил лишнее, стал стройнее как юноша, запустил на полную мощь все механизмы без пищевого, то есть внутреннего питания и вошел в совершенно иной ритм жизни. Рано утром проснувшись, Петрович первым делом сделал солевую клизму. Две ложки соли сверху на 2 литра воды. Часть воды вышла быстро, а вторая самопроизвольно задержалась в правой части кишечника. Чтобы себя не мучить излишними потугами, а дождаться самопроизвольной работы, Петрович прилег в постель. Он положил руки на правый бок и стал представлять, что кишечник, его правая половина, вибрирует, сокращается. Непроизвольно он погрузился в сон на полчаса. Проснулся от позыва в туалет. Выход показал, что отторгается какая-то желчная патология. Шла черная жидкость с мазутными пятнами. И все же эта печень больная, а не толстый кишечник, подумал Петрович. Разрушение зубов указывало на то, что нарушен минеральный обмен. А они совершаются только в печени, а не в толстом кишечнике. Итак, дело в печени. Вот почему были такие боли под правой лопаткой. Она очистилась. Ввиду того, что печень не полость, а ткань, ее наиболее трудно очистить. От обычных чисток очищаются лишь крупные желчные протоки печени. Хорошо желчный пузырь. А на уровне мельчайших желчных протоков, которые составляют большую часть желчных сосудов печени, не говоря о ее клеточном уровне, обычные чистки мало что дают. Особенно это сказывается у тех лиц, которые имеют скрытую желчную патологию. У более-менее здоровых людей обычные чистки дают великолепный эффект. Поэтому больным с желчными расстройствами крайне необходимо, помимо обычных чисток, усиленной сокотерапии, применять голодание. А для того, чтобы печень очистилась качественно, на клеточном уровне, необходимо как минимум 14 дней голода. За это время происходит обновление клеточной массы, которую выбрасывает из себя все шлаки и ненужные вещества, которые она закапсулировала в себе, чтобы очистить кровоток. А лучше отголодать 28 дней, чтобы цикл обновления клеток печени повторился дважды, и гарантия очищения, восстановления печени и ее функции была бы более полной. Вот так размышлял Петрович, наблюдая за выбросами из толстого кишечника. 17. Проведя остаток дня на выезде в работе, Петрович заночевал у знакомых, поэтому он не сделал никаких очистительных процедур. Выходя из машины, он отметил, что поле не успевает за поднимающимся телом и в голове мутиться. Можно упасть в обморок. Чтобы этого не происходило, Петрович вставал медленно, а встав, поднимал поле, делая снизу вверх загребающие движения ладонями. Этого было достаточно, чтобы опустившееся сознание или поле занимало свое место. По прошлому опыту голодания он знал об этом и нормально воспринимал. Почти весь этот день ощутимо болело под правой лопаткой и ныло. Шла оздоровительная работа в районе печени, а возможно и желчного пузыря. Петрович понимал, что это целительно-оздоровительная работа и только приветствовал ее, ничуть не пугаясь. В гости к хозяевам пришел врач, которая переквалифицировалась в биоэнерготерапевта и лечила в основном раковых больных. Ее звали Варвара. Она рассказала о особенности своего лечения. «У меня врачебный стаж 32 года», сказала Варвара. «За это время я прошла путь от медсестры до врача, многое узнала и поняла. Сама я из Сибири и очень много посетила различных обучающихся семинаров и лекций у различных экстрасенсов и целителей. Постепенно до меня дошла, человек наживает свои болезни сам за счет дурных черт характера. В первое время я пыталась воздействовать на человека руками по типу джуны. В дальнейшем я научилась диагностировать и лечить по фотографии. Однако со временем я поняла, что это не совсем то, что нужно. И я много объяснила сама себе, наблюдала за больными, изучала их жизнь и искала первоисточники заболевания. И вдруг меня озарило. Наработанная информация выстроилась в упорядоченную систему и показалась следующей. Первое. Люди, страдающие расстройствами, заболеваниями поджелудочной железы, как правило, характер имеют выраженную отрицательную черту – злость. Если она чрезмерно выражена, то такой человек заболеет раком поджелудочной железы. Второе. Обидчивый человек в награду за свои обиды получает болезни желудка. Чрезмерная обидчивость приводит к возникновению рака желудка. Третье. У тех, кто ненавидит других людей, возникают разнообразные проблемы с желчным пузырем. Ненависть в своей наиболее выраженной форме приводит к раку желчного пузыря. Четвертое. Такие отрицательные черты характера, как ненависть, гнев и жестокость, портят функцию печени. А когда она выражена чрезмерно, то провоцирует возникновение рака печени. Пятое. Сама по себе жестокость. В дополнение к печеночным проблемам, порождает головные боли. Ведь именно через голову отдаются приказ на выполнение жестоких действий по отношению к окружающим людям, животным. Шестое. Гордыня вызывает у человека поражение почек. Чрезмерно гордые люди страдают от глумеролонефрита и других проблем с почками. Седьмое. Такая черта характера, как жадность, поражает область горла и вызывает болезни легких. Вот почему сейчас так много легочных заболеваний, люди стали жадными. Далее Варвара рассказала, что особая опасность для здоровья человека сочетание между собой различных отрицательных черт характера. Например, сочетание гнева с гордыней быстро приводит к раку печени. Сочетание гордыни и жадности приводит к раку легких. Изучая энергетику человека, продолжала Варвара, я поняла, что информационно-энергетические структуры, составляющие остов человека, необычайно крепки и мощны. Именно они отвечают за состояние человеческого здоровья и крепость физического тела. Чтобы их расшатать, а тем более разрушить, потребуется даже не одна жизнь, в которой бы сильно проявлялась какая-либо из приведенных отрицательных эмоций. Вот к такому я пришла в выводу. Затем она нарисовала схему и разъяснила ее. Я рассматриваю человека на нескольких уровнях. Самый верхний – это душа с багажем отрицательных эмоций в ней. Следующий уровень пониже – мир психики, в котором эти эмоции проявляют себя, потребляют жизненную энергию организма. Энергетические перекосы, вызванные отрицательными эмоциями, влияют на протекание энергии в меридианах. В них возникают пробки, которые ведут к сбою в работе внутренних органов. Кроме сбоя в работе энергетических каналов, психические возмущения через головной мозг и нервные пути передают свое влияние на эндокринную систему человека. Это ведет к буре, хаосу в ее работе. Гармония нарушает и возникают болезни из-за чрезмерности или гормональной недостаточности. Все эти влияния, нарушения работы в энергетических каналах и гормональной системе передаются на конечный уровень человека, на физическое тело. Именно здесь возникает болезнь. Отсюда я для себя сделал важный вывод. Лечить надо не тело, а душу человека. Рисунок, который оставила Варвара, напоминает собой треугольник, вершина вверх. Первое. Отрицательные эмоции в душе. Второе. Мир психи человека. Третье. Энергетические меридианы и каналы. Четвертое. Нероэндокринная система. И, наконец-таки, пятое. Физическое тело. Далее она рассказала о самом методе лечения. В первую очередь, благодаря развитой чувствительности, она устанавливает точный диагноз расположения раковой опухоли. Далее она начинает работать с больным по искоренению отрицательных эмоций в душе. Это трудная и длительная работа, которая требует исследования не только этой, но и прошлых жизней. Важно установить причину возникновения гордыни, гнева и любой другой отрицательной эмоции, говорила Варвара. Как только установлено ее происхождение, и человек осознает ее, она перестает оказывать на человека разрушающие действия. Происходят положительные изменения в характере человека. Развитие рака приостанавливается, если это тяжелый случай. Если это только начало, то он может самостоятельно исчезнуть. Во всех случаях я больному назначаю чистки по Малахову, очищение толстого кишечника, печени, жидкостных средств, для устранения общей интоксикации организма, вызванной болезнью, и рекомендую некоторые свои. Далее рекомендую несколько курсов голода. Что касается питания и других общеукрепляющих процедур, то я целиком согласна с указанным автором и заставляю пациентов их выполнять. Только подобное сочетание позволяет полноценно излечить человека от рака даже в четвертой степени поражения. Беседа с Варварой лишь подкрепила убежденность Петровича в том, что надо менять черты характера на все более и более положительные. Длительный голод, как сито, позволяет отсеивать все плохое и оставляет все нужное и положительное. Восемнадцатое. В эту ночь Петровичу приснился сон, что он ел жареное мясо, шашлык. Он видел какую-то ситуацию, где среди неясных фигур людей ему предлагали поесть. Он отказался, так как знал, что находился на голоде. Однако, через некоторое время кусок жареного мяса сам оказался во рту. Петрович почувствовал тот особый, неповторимый вкус хорошо приготовленного шашлыка из отборного мяса. Он сжевал его, обильно текла слюна, а вкус буквально пронизывал все тело. Но только он собрался его глотнуть, как в ужасе вспомнил, что он на голоде, и подобное действие означает конец голода. Он начал выплевывать мясо обратно. Почему-то его выплевывалось намного больше, чем он взял в рот. На этом Петрович проснулся, обрадовался, что это произошло с ним во сне и обратно заснул. Подобный сон означал одно, какая-то патология находилась на краю гибели и воспользовавшись сном, когда волевой компонент дремлет, попробовала склонить сознание к выходу из сна, навязав ему иллюзию поглощения вкусного мяса. Однако она просчиталась. А в скором времени мы увидим, что представляет собой эта патология. Утром Петрович сделал солевую очистительную клизму. Примерно половина воды вылилась чистой сразу, а половина осталась. Он прилег на постель и немного подождал. Вода проникла в правый восходящий отдел толстого кишечника и стояла там. Более особых не было. Наконец наступил позыв и стал отходить черновато, а потом и черная вода. Под конец пошли шматки черноты. Отходились густки застарелой, инфицированной желчи. Живот побаливал, выбрасывая патологию. Когда все успокоилось, он сделал комплекс йоговских асан. За эти 18 дней голода он сильно постранил. Фигура стала, как у 17-18-летнего юноши, а гибкость, как у 10-летнего ребенка. Однако в области талии осталось достаточное количество жирка. Глядя на этот жир, Петрович думал, его еще на 30-40 дней точно хватит. Во рту стало намного лучше, не так сушило. Однако вечером сплевывался гной. Иммунная система вошла в режим атаки и выбивала патогенные микробы из их уголков. Все это выходило в виде гноя. Весь день был занят работой. Самочувствие было нормально. Под правой лопаткой больше не болело. 19. Начало дня прошло по накатанной схеме. Солевая очистительная клизма. В этот день с самого утра до ночи пришлось работать. Опять возникли боли под правой лопаткой и держались почти весь день. Задумываясь над процессом голодания, читая литературу по этому вопросу, Петрович понял самую главную особенность проведения длительных голоданий. Мотивацию. Чтобы сознательно, добровольно, выдержать длительное голодание, необходим мощнейший стимул или мотив. Как правило, человек сам создает этот мотив в своем сознании и он служит той движущей силой, которая подавляла сбивающие мысли и чувства и которая вела голодающего человека к намеченной цели. Разные люди по-разному создавали у себя мощную мотивацию. Например, Порфирий Иванов говорил, что он терпит голод, холод и другие лишения ради всего человечества. Он так себя настраивал, что если прекратит голод, то от этого может погибнуть множество людей. И эта мотивация позволяла ему, по рассказам очевидцев, выдерживать большущие сроки голода. Кирилл и Мефодий, создавшие Кириллицу, прежде чем приступить к ее созданию, понять, как надо это сделать, провели в посту 60 дней. Только после такого испытания им было дано понимание, как составить славянскую азбу. Сурен Авакович Аракелян, прекрасно разбирающийся в омолаживающем влиянии голода и владеющий методиками омоложения с помощью голода животных, сознательно применял его к самому себе. Для того, чтобы на голоде начали происходить процессы омоложения, должно пройти около месяца. Именно этот период он называл физиологически полезным голоданием. С помощью голода он не только излечил себя от тяжелых недугов, но теперь омолаживал свой организм. Несмотря на преклонный возраст, он выглядел очень молодо. У него продолжали расти зубы. По его словам, он собирался дожить до 120 лет. В данном случае мотивом служило знание механизмов голода и желание получить омолаживающий эффект. Петрович все это понимал и старался постоянно поддерживать у себя мотивацию быстрого оздоровления и омоложения организма. Он поставил себе такую цель. До 25-30 дней голода у него должны исчезнуть все проблемы со здоровьем, вызванные ранее перенесенными болезнями и тому подобное. После 30 дней начнут выравниваться и исчезать энергетические перекосы в полевой форме жизни, начнется особая работа по омоложению организма. Должно произойти восстановление кожи, зубов, волос на голове. Возможно, до 40-суточного голода откроются или появятся какие-либо совершенства. По складкам жира на животе он чувствовал, что может голодать гораздо дольше. В учебнике по голоданию Малахова он видел рисунок голодающего Буды. На 40-е сутки голода у него не осталось ни жиринки. Все мышечные волокна на туловище, руках и ногах были видны. Создавалось такое впечатление, что тело сплетено из больших и маленьких веревок. Вот это голодание! А у него запасов было еще предостаточно. То, что он голодал, выдавало лишь лицо. Глаза ввалились, но не очень. Черты лица обострились, а уши стали вдруг большими и торчали в стороны. Что касается тела, то оно было стройным и побольше, чем у некоторых мужчин. Петрович ждал наступления 20-х суток. Это был тот рубикон, после которого голод покатится под горку. Самая тяжелая часть восхождения пройдена. Большая часть расшлаковки организма произведена. Теперь идет расшлаковка на клеточном уровне. На это указывал толстый белый налет на языке. Выбивание патогенных микробов из их укромных уголков выделение гноя из десен. Ранее подобное происходило и с глазами, а теперь нет, уже хорошо. Обновление печени на клеточном уровне. Она постоянно выделяла шлаки, сгустки старой желчи. Возможно, различные инфицированные включения в виде шматочков, водорослей и тому подобного. Одним словом, печень отдавала все добро, что накопилось в ней за жизнь. Ее надо было не только очистить, но и гарантированно обновить. Только это условие способствовало восстановлению истонченной эмали на зубах и многому, многому другому. Предстояло добить и окончательно вывести грибницу из толстого кишечника. Все условия для этой деятельности в организме наступили. Осталось сделать решающий удар, протерпеть каких-то 20 дней. Неужели ты этого не сделаешь, спрашивал Петрович и твердил. Сделаешь, обязательно сделаешь. В тебе достаточно силы, воли и знаний, как это сделать. Не считай одни, а просто живи. Они сами проскочат незаметно. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайк, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.